Продолжение следует... Опять-таки, я тоже никогда не был назолием, понимаете, да. И на бланке ЮНЕЦКО, прогласительные были на бланке ЮНЕЦКО, да, то есть лого ЮНЕЦКО, я по адресу на арест, он послал. И она пришла, понимаете, пришла со своим, как она назвала, своим другом, тоже пожилым человеком, очень интересным, приятным, таким представителем, да. Оба хорошо одеты, так, она нескакетливо одета такая, так сказать, изысканная. Да, и, ну, как сказать, молодо старался выглядеть, на самом деле так она выглядела, да. И вот так мы познакомились, понимаете. И это знакомство, значит, обменялись, как бы, визитками и так далее. И она сказала, что, когда приедете, позвоните мне. Вот так далее. Я, говорит, через год придел командировку, позвонил, и вот так началась наша встреча. И вот так потихоньку, потихоньку, потом уже в 85-м я поехал снова работать во Францию. То есть уже установилась связь такая уже, мы дальше, кому сказать, подружились. Как вы знаете, любая эмиграция, она как-то варит в своем соку, знаете, всегда. И первая, и вторая, и третья мы видим, да. Но она вот была вот тот, так сказать, может быть, редким представителем, который с первых дней пребывания во Франции, она вырвалась с этого круга, она пошла работать в форсовскую организацию, и, так сказать, тихо-тихо началась, там, машинистские, там, манехенщицы. Вот вы там сказали, что с ними было сделано в фильме «Волк». Это «Ворд», фирма «Ворд», она была манехенщицкой в этом фильме. То есть она с первых дней, несмотря, так сказать, на состояние семьи, когда, конечно, они все там вывезли, но она уже сама зарабатывала деньги, и попробовала быть самостоятельной. Дело в том, что все русские основные, ну, не только русские, все выходцы из Российской империи, у нее была такая, вот-вот вернемся. Очень многие жили в гостиницах, никто не покупал квартиры, никто на работу не устраивал. А вот она этих иллюзий не питала? Нет, она не питала. Мать, она сразу пошла работать. Поэтому она легче ассимилировалась? Ей легче стало, конечно, легче ассимилировалась. Потом она, конечно, тоже изучала французский язык, еще помните, в своей книге она пишет, что занималась, кроме немецкого же, французским, английским языком. Это тоже помогло, потому что многие наши эмигранты язык-то не знали. Насколько вам известно, она даже отчасти ввела вас в французский бомонд. Да, 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 да. Вот я должен сказать, что из, так сказать, азбаджанцев мало кто. Конечно, после Аль-Марданбек Топчевашева, когда он умер в 1934 году, который был вхож, то есть, сказать, в высший свет Франции, но потом она, практически, она и, можно сказать, и профессора Лена Меликова, которые были, вот так сказать, их знали. Она познакомила меня с супругой нынешнего президента Франции, господина Ширака, с господиной Бернатель Ширак. На момент вашей встречи с Банин, она нашла себе определенную нишу в писательской эмигрантской среде, потому что ее перу принадлежали такие романы, как «Нами», это 43-е годы. А за этим последовало уже в 47-м году, в 46-м, уже «Кавказские дни», «Кавказские дни», затем «Встреча с Эрстом Юнгером». Да, вот это последняя книга, вот, то, что мне рассказала Мария. Книга с захватывающим названием «Я избрала опиум». Это было своего рода ответом Банин на советскую идеологию, отношение к религии как опиуму для народа, то есть, в ответ на вот эту идеологическую советскую экспансию, она демонстративно выбирает религию, и именно так называет одно из своих произведений «Я избрала опиум». Это правда, что она была католичкой? Да, она, значит, я вообще-то, она как женщина была такая, сказать, очень колкая, жесткая немножко, да. Эпатажного плана. Эпатаж, любезный эпатаж, потом она, в общем, и внутренне сильная она была человеком, понимаете. Как иногда говорят, мужской характер, это не смысл физическим, а вот внутренне она, в общем, была сильная, 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 да, очень независимая, и вот, и она мне рассказала, я спросил, почему именно католицизм. И она говорит, что я вышел из дома, ближайшая, значит, церковь была, католическая. Насколько она владела азербайджанским уже в те годы, когда вы знали? Вы знаете, я спрашивал это, да. Она не забывала, но когда я, она так в шутку мне ответила, что я говорю, все ругаться помню. Ну, так она была детская причина, это исходило от бабушки, которая была, так сказать, острана языка. Да. Но еще одна интересная история, являлась то, что, может быть, даже не говоря по-азербайджански, Банин все-таки чувствовал свою сопричастность к Азербайджану, и, насколько я могу судить по некоторым из ваших публикаций, она очень много печаталась в последние годы жизни на темы, связанные с конфликтом в Карабахе. Могли бы вы немножко об этом рассказать? Да. Дело в том, что как только начался конфликт, мы были в информационной блокаде. То есть, только Ленивый нас не бил, знаете, со всех сторон, значит, только удары. И как-то я и пожелал, что как быть, понимаете? Я говорю, мы пишем статьи, нас не берут, потому что, во-первых, я как советский гражданин раз, другой эмигрант, который неизвестный, никто его не знает, и, скажем, наши земляки Южного Азербайджана тоже, понимаете? И вот, таким образом я постарался тогда, значит, обратиться сыну Джейхумбека, Тиму Чембеку, к ней и профессору Илья Меликов. То есть, фактически, у нас было три человека, которые могли бы выходить и не отказали бы. И вот, благодаря этому нам удалось добиться нескольких статей, и в том числе газета «Лю Монт». «Лю Монт» — это, в общем, первая газета Франции. Я по-моему, там еще был журнал «Панорама». «Панорама», да, другие журналы, потом по радио она выступала, по телевизору выступала. Но «Лю Монт» — это высших, понимаете? Это высших газетах нет. Первая газета Франции, считается, была объективная такая, да. И она при мне, значит, единственное, она попросила дальние факты, потому что она оторвалась немножко. Я подготовил немножко, так сказать, фотографии, документы, так далее, графики. И самое главное, что она написала, что я была свидетельницей. Я родилась во время резни азербайджанцев в пятом году, понимаете? Вот этот нюанс, это... И при мне она позвала Мишель Тати, это журналист, который там ввел вторую страницу, где информация, да, все. Мне позвонили, говорит, я хочу право на ответ. А там была статья армянского автора. Она сразу сказала, мадам Банин, проблем нет, просылайте. То есть я взял статью, она подписала, поехал, отдал дежурному прямо у входа. Я не предстоялся, понимаете, опять советский гражданин Аббанин тоже говорил. Да, я сказал, это Аббанин, это конверт. И через день статья вышла. Да, но я вам, может, еще одну деталь расскажу, что чем я, как-то, заслужил ее расположение, может, поэтому моя бабушка, которая, значит, в начале века, может, в ее возрасте, она жила летом всегда в Мардокянах, и она мне рассказывала, что первый раз она лимонад выпила на даче у вас от Улаева. И бабушка, знаете, память детская хорошая, и она мне рассказывала, как расположена дача, которой я никогда не был. И когда она сказала что-то о своей даче, и я рассказал ей расположение дачи, не видя, она была страшно удивлена. Откуда вы знаете, как бабушка рассказывала, которая как будто у вас была.